Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы смотрите недельный обзор фондового рынка США, подготовленный для вас компанией Инстафорекс. С вами я, Екатерина Недачина. На рынке американских акций в пятницу наблюдался рост котировок на фоне повышения доходности государственных бондов и падения курса американского доллара после выхода июльского отчета по рабочим местам в США. Так, по итогам торгов в пятницу ведущие фондовые индексы закрылись в зеленой зоне, хотя большую часть сессии провели на негативной территории. Индекс Доу Джонса прибавил 0,2%, остановившись на отметке в 15658,36 пункта. За неделю индикатор заработал 0,6%. Кроме того, индекс S&P 500, преодолев уровень в 1700 пунктов и нарастив 1,1% с момента закрытия в предыдущую пятницу, прошлую сессию завершил со значением в 1709,67 пункта, поднявшись на 0,2%. Высокотехнологичный NASDAQ тем временем вырос на 0,4% до 3689,59 пункта, потяжелев на 2,1% по недельным итогам. В четверг индекс высоких технологий закрылся на максимуме более чем за 13 лет. 3676,78 пункта, который проигрывает около 1400 пунктов историческому рекорду, 5048,62 пункта, зарегистрированному 10 марта 2000 года. Главной экономической новостью в США в пятницу стал отчет о числе рабочих мест в экономике страны. Так, Министерство труда обнародовало данные, согласно которым в американской экономике было создано 162 тысячи вакансий в июле, в то время как уровень безработицы упал до 7,4%. Экономисты, опрошенные MarketWatch, прогнозировали 180 тысяч новых рабочих мест. Другой отчет от Министерства торговли Америки показал, что расходы домохозяйств в США увеличились на 0,5% в июне, при росте доходов на 0,3%. Данные с рынка труда породили разные взгляды на то, когда же ФРС начнет сворачивать покупки облигаций. В своей пятничной речи глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал, что Центральному банку необходимо больше данных перед тем, как решить сокращать программу покупок с ежемесячным объемом 85 млрд долларов или нет. В ходе торгов в Нью-Йорке отличились акции производителя компьютеров Dell, подорожавшие на 5,6%, после того, как Michael Dell и инвестиционный фонд Silver Lake, которые намерены выкупить компанию, достигли новой договоренности с руководством компании о повышении цены за выкуп ценных бумаг в обмен на изменения в правилах голосования, которые облегчат заключение сделки. Соглашение между сторонами также предусматривает выплату специальных дивидендов акционерам. Кроме того, бумаги American International Group Inc. повысились в цене на 2,7% после того, как ведущий страховщик Америки в четверг вечером заявил, что собирается выплатить дивиденды впервые с 2008 года. Причем размер выплаты превышает прогнозы, озвученные на Уолл-стрит. Напомним, что дивиденды перестали платить во время финансового кризиса. Сумма предстоящего дивиденда будет равна 10 центам на акцию. Кроме того, корпорация объявила о своих намерениях провести выкуп ценных бумаг на сумму в 1 млрд долларов США.